Нервы челнинского голкипера не выдержали. Хоккейный клуб Челны накануне попытался прервать серию домашних поражений. Желто-синие повторно встретились с лидером первенства Ростова. Напомню, в первом матче сильнее оказались гости, обыграв Челны со счетом 2-4. Чем закончилось второе противостояние, расскажем в следующем сюжете. Сначала пропускают, потом отыгрываются. По такому сценарию Челны действовали на протяжении многих домашних игр. Но в этот раз ожидать, пока Ростов забросит четыре шайбы, желто-синие не стали и открыли счет. Автор шайбы – челнинский защитник Максим Лужанский, 1-0. Такой стартовый напор Челнов оказался неожиданным для гостей. Ростов потерял нить игры. Сравнять счет не получилось у них и во втором периоде. Зато челнинский нападающий Тимирхан Гайнулин, оставшись один на один с вратарем, принес команде вторую шайбу 2-0. У всех команд есть свои определенные проблемы. Мы не исключение. Те проблемы, которые у нас существуют, ну давайте мы их как-то внутри команды оставим. В третьем периоде Ростов словно проснулся и, почувствовав, что в раздевалке их ждет разбор полетов, ринулся отыгрываться. Пробили нашу оборону трижды. У челнинцев отличился нападающий Ранис Файзулин, 3-3. Соперник хороший, хорошо двигается, контролирует шайбу. Так что габаритные ребята играют, шайбу хорошо укрывают, тяжело было. Но опять-таки свои ошибки, и вот нас наказали. Команда показала свой класс. Ростов показал не только класс, но и как решать исход матча на последних минутах, не доводя дело до овертайма. 3-4. И в такие моменты нервы сдают не только у игроков, но и у вратаря. Они мастеровитые ребята, там опыта за плечами столько, что они ездят. Они контролируют шайбу, хорошо катаются, очень высокие. Если так посмотреть визуально, у нас вроде кажется наш игрок бежит, да, кажется старается. Соперник два шага делает и уже здесь. До конца не играем. Вот так и получилось. Не легли под шайбу где-то, где-то не доработали, где-то не вывели из зоны. Сегодня у ребят выходной. Есть время настроиться на победу, ведь следующие домашние игры состоятся уже 29 и 30 ноября.